Реплика к итогам дня Появился этот пост несколько дней назад И он фантастически Какими-то очень короткими терминами Словосочетаниями, предложениями Нарисовал такую фантастическую картину мира Что, если позволите, я хотела бы вас попросить Вот сегодня в прямом эфире Все-таки эту картину мира воспроизвести для наших зрителей Которые, ну есть такие, еще не прочитали ваш этот пост Поэтому, если можно, давайте поговорим о том Вот это же не только итоги дня Это вот как итоги какого-то периода Я не знаю, политического сезона какого-то, если хотите Более того, установите рамки ему сами Но просто много таких емких, потрясающих Замечательных слов, словосочетаний, предложений Что просто вот, ну, с удовольствием прочитала Поэтому давайте к этому вернемся И на этом умолкаю практически Потому что уже нечего сказать Ну, я знаю, что те, кто смотрят наши эфиры Ну, и не только Сукарлаев, а там, где Мы много говорим, меня упрекают, что я говорю Нудно, длинно Ну, я и правда, наверное, не герой политических романов Поэтому не претендую на какую-то яркую харизматичность и эпатажность Такие тексты приходят, когда что-то достает Что вас достало, скажите? Я обожаю сцену Вообще люблю старые советские фильмы У них какая-то атмосфера такая Она меня немножко успокаивает в этом мире Там в одном из фильмов об Анискине Помните, было такое? Аниски, да, я помню По-моему, Анискина Фантомаста Есть сцена, где, значит, к нему прибегает тетка с улицы И рассказывает о своем сыне Который там где-то что-то, значит, слышал или знал И бегает по кабинету И он Анискин смотрит на нее Говорит, да присядьте Нет, говорит, не могу, я уже бегла Говорит, ну тогда бегай Мне иногда кажется, что наши разговоры о происходящем Очень напоминают этот разговор Анискина с этой теткой Которая даже присесть не может У нее все, что она видит Это какая-то фантасмагория, истерика, скандал Хотя, ну, происходящее с нами, как и происходящее 150 лет назад Это, в общем-то, наша жизнь Но мы же можем как-то немножко перезагрузить свои отношения К тому, что мы так живем Нам, может, это не нравится Но это не катастрофа Это не вдруг начался понедельник и все неожиданно Да нет, у нас жизнь течет Изо дня в день, из недели в неделю В ней есть что-то устойчивое Да, что-то, какие-то новации появляются Я, собственно, когда писал этот блог Я писал об этом Что многое, о чем мы кричим и бегаем Нет, оно значимо Но это не конец света И мир нестабилен Помните, как это Стабильности в мире нет, конечно, классика И кризисы периодически охватывают И все страны благополучные Да и у нас в личной жизни, и в общественной жизни То равновесие, то куда-то нас бросает А меня больше волнует вот это вот Возникшее постоянное истерико-невротическое наше состояние Которое, как бы, лишает нас адекватности Вот мы сегодня говорим Светлый день Я по-разному относился к прошлым крестным ходам И, правда, были моменты политиканства на этой дате На дне крещения Киевской Руси Ну, всякое бывало Но вот нынешнее празднование я приветствую Потому что, пересмотрев интервью верян Которые приехали в Киев Да и видя, собственно, лица, лица, глаза Я вижу, что сегодня и сейчас люди по-особому относятся К этому религиозному празднику Знаковое событие И они пришли и идут сейчас по Киевским улицам С желанием вместе помолиться Они говорят о мире Они говорят о счастье своих детей Не так много осталось в их жизни Таких духовных маяков Которые их держат Которые не позволяют им соскальзывать В какую-то отчаянию Которым вселяют надежду Сейчас вера, христианская вера, православная вера Для них остается таким маяком А святыни, связанные с историей нашей христианской веры Теми местами, где они чувствуют это единство Так вот, пользуясь случаем, я хочу Ну, во-первых, поздравить всех с этим днем Это не один день, это такое пространство духовное Каждый его для себя по-своему Но все-таки христианская вера, христианская культура Изменили нас Изменили весь славянский мир Изменили нашу Родину Но я хочу еще вот только другому сказать Ведь у нас и до сих пор не прекращена Та самая проклятая война Которая стала уже православной войной Где с двух сторон Отдают приказы и стреляют люди с одинаковыми крестиками на шее Часто посещавшие или посещающие даже одни и те же храмы Так вот, чтобы не умствовать геополитически Я хочу просто напомнить, что каждый раз отдавая приказ Спецоперации или ответки, или еще чему-то, мало ли И большой начальник в погонах, и спецслужбист, и рядовой в окопе С двух сторон должен вспоминать, что в этот раз Вот он может убить своего брата или сестру по вере И может быть эта мысль Что-то изменит, что-то остановит Но я считаю, что напоминать И каждый день напоминать об этом можно И может быть Кроме минских форматов, великих норбанских посиделок И прочих жидев Нам стоит подумать И о христианской православной миссии Только В ней должны участвовать наряду с Представителями церквей Наиболее авторитетными Не теми, кто попадает в скандалы Сори, хватает такого добра А теми, кто и правда пользуется большим авторитетом У верующих православных Ну и сами веряне Те, кто представляют православные громады Особенно из числа переехавших, переселившихся, убежавших Которые до сих пор еще сердце болит по поводу своей малой родины И может быть эта православная миссия сделает намного больше Чем все наши великие дипломаты и умники Которые месяц общаются через экран Ну а возвращаясь к краткому описанию Я, собственно, поздравляю с этим днем Хочу сказать, что это важное не событие Это важное пространство Его нужно оберечь и хранить Потому что это то пространство, которое у нас появляется все реже Мы часто общаемся со Всевышним И у каждого своя маленькая молитва, наверное Что-то ты произносишь ради здоровья родных Что-то о происходящем с твоей родиной Кто-то вслух, кто-то про себя А это те дни, когда мы иногда говорим этим языком Даже внутренне, даже вот таким полушепотом Поэтому это очень важно Такое духовное коллективное действие Так вот, наша с вами задача создавать условия Чтобы таких возможностей быть вместе А у нас еще и слово, и есть такое Подзабытая немножко, соборность Это когда мы вместе совершаем одухотворенные практические дела Одухотворенные практические Это может быть что угодно Это может быть экономика, стройка Это может быть какое-то совместное социальное действие Но соборность это когда мы прежде всего Объединены ценностно и духовно Слов эти часто произносят А дел как раз связанных с одухотворенностью У нас маловато будет И мне кажется, что в этом великая миссия сейчас И медиа, и экспертов О политике говорить не буду Это отдельная история Ну а что касается нашего времени В которое мы сейчас входим И почему очень хочется Даже пользуясь этим специфическим летним временем Когда даже у нас на уровне гена Это ген 20 века, кстати Отпусков раньше не было У крепостных отпусков не было Меня это смутило, что вспомнили вдруг о крепостных Ну ладно, к этому может мы еще вернемся Вспомнили-то как-то Ну как вспомнил Я и сейчас пользуюсь термином Крепостные граждане Пользуясь вот возможностью этого Летней атмосферы Это всегда хорошее время подумать Ну потому что Время предполагает Хоть небольшому на отпуску Такой переориентации Вот полгода прошло Ну может мы в этом году Хоть что-то успеем переосмыслить Передумать Да, вот Пауза И вы заметите, что Огромное количество Текстов Прогнозов Заявлений О том, что осень Мы этой осени ждем Какой-то ямы Пропасти Которую прыгнем И доживаем каждый летний день Вот еще день Лето А потом осень Осень Как караул какой-то Но раз так А давайте продлим лето Может это в наших силах Нет, мы не в силах Повлиять на температуру То есть что там 32 августа Как у барона Минхаузена Да Но может быть Вот наше нынешнее Такое умиротворение И еще готовность думать Может мы это продлим Да бог с них С погодой Вот С каким-то политическим Календарем Но вот это Летнее состояние Может мы его переоценим И попробуем так жить и дальше И не допустим Этой страшной осени Которых все боятся Вот Потому что По большому счету Возвращаясь к Анискину Этой тетке Которая бегала Тоже ничего Пока Я не вижу такого Что нас обязывает Катастрофировать То есть бояться Можем пока не бояться Катастрофа Не обязательно Если дружить Дружить с головой Вот И правильно понимать Что и правда Может быть проблемой А что преодолимо Экономисты Предприниматели Обращают внимание на то Что как всегда Тут есть и цикличная сторона Но есть и уже набор факторов Сложившихся за это время Да У нас возникают серьезные угрозы Угрозы связаны с нестабильностью В финансовой сфере В связи с неплатежами Вот растет Гривна вроде бы Гривна вроде бы монетарно стабильна А с неплатежами Беда В энергоносителе Много разговоров Разные оценки Но они все такие Угрожающие Связаны и с Количеством угля Который сейчас на складах И с рисками по газу И доходами от газотранзита В общем Всего хватает Это в итоге все Угрожающе падает на карман Украинца На его возможность платить На его настроение И так далее Отсюда делается куча всяких выводов Но ведь Обратите внимание на то Что постепенно И власть придержащих Которая Как ловко назвал Евгений Головах 96-й квартал Они 95-й отработали У них 96-й Очень точное попадание И тем не менее Там какое-то отрезвление наступает Если это слово к ним применимо Я не знаю Как этот процесс называется И что у них там происходит Может и отрезвление Связано и с большой политикой И с внутренними делами Я с этим связываю И серию отставок прошедших Это часть отрезвления Я с этим связываю И Ну правда Вызывающий конечно Всеобщий смех Повороты Они начали поворачиваться Представим себе Они стояли Стали на одном месте В одну сторону А потом скажут Стоп А есть еще три стороны света И начали поворачиваться Вот Еще ничего на самом деле Не произошло Они всего лишь Голову повернули Пока на восток Посмотрим куда еще Посмотрят Но это все говорит о том Что и господи Они оторвали голову Значит от своих Там каких-то Записок Там пометок И установок И вот начали оглядываться По сторонам Кто вокруг Кто что возглавляет А какое там у нас Положение дел А какие еще Стороны света И может там Чего-то тоже есть Ну вот Мы находимся сейчас В этом пространстве С властью Пока люди Пока у людей Лето И вот Такие Духовные пространства Власти Началось Это вот Голововерчение В этой связи Это голововерчение Тоже Мне кажется Дает шанс На то Что во время Поворотов головы Можно успеть Что-то О чем-то напомнить Что-то предложить И на что-то Обратить внимание Давайте разберем Теперь На что надо Обращать внимание До вот этой Катастрофы Чтобы осень не началась Вернее Чтобы осенний сезон Для аграриев Начался Для школьников Начался Но чтобы осень Как осень Средневековья Чтобы осень Украины не было Чтобы мы продолжили Это какое-то Такое Равновесие Сохранили Ну прежде всего Конечно же Нужно заняться Серьезным И глубоким Пересмотром Социально-экономического Курса Эту тему Регулярно Поднимают Некоторые Политики На этом Карьеру Делали На выборах О сменах Курсов Но Если раньше Это было Взывание То обратите внимание В течение Лета Мы были свидетелями Разных Всяческих заявок Что что-то Варится В правительстве Говорили Даже Вот-вот О подготовке Программы Деятельности Вот-вот Нам обещали 1 июля Недавно Приняли Какую-то Программу Кабинета Министров До 30-го Года Стратегия Из нее Программа Деятельности Программа Деятельности Если вы помните Это уже не просто Бумажка Это еще Годовой Иммунитет А Это важно А господин Любченко Вице-премьер Который Часто сейчас Об этом говорит И пишет Даже обещал Им не просто Программу Как программу Для годового Иммунитета Он обещал Программу Развития И даже Изложил Свои взгляды В одном Одной Из публикаций Ну скажем так Обращающие На себя Внимание Он так Очень стыдливый Но намекнул Хватит этого Либерализма Вот так Вот Что доигрались Подождите И Он развил Мысль Хватит либерализма А нужно Добавить Чего В моем языке Он говорил В моем языке Да Он говорил По сути О повороте В сторону Государственного Дирижерного Дирижерной Политики С более активной Ролей Государства Как инвестора С программированием С максимальным Созданием Механизмов Аккумуляции Тех накоплений Которые есть На усилении Чтобы не работали На экономику Он говорил О реальном секторе Ну Текст настолько Скопой И стыдливый Видимо Писалось Это на основании Аналитической записки Какой-то Но тем не менее Есть у записки Критики Там действительно Размыта Предметная часть Я сейчас Не хочу Тонарять Я вас Понятно Как знак Ага То есть Что-то варится Что-то с этими Поворотами головы Происходит Во всяком случае У экономической части Головы Начинается дискуссия Как же развиваться Потому что Раскачали вагон За два года А поезд Не едет Это уже ощутимо Что не едет Вот Тем более Пинчу Какие-то там Регулярные вопросы С этими колесами Для вагонов Я тоже метафорически Это хорошо Да Я Хорошо И вместе с тем На форуме Представители офиса Завели Что они тоже Пишут программы И тоже о развитии И тоже собираются Нас удивить Я думаю Что Вот когда слово Хотят нас удивить Я все время хочу Спреть Может не надо Все-таки Ну вы знаете Я вот эти сигналы И какой-то Внутривидовой спор Кто лучше Понимает развитие Вас понимает тоже Положительно Потому что Слава Богу Потому что У нас был же Пример-самокатчик У которого Не было проблем Он же говорил Все понятно Нелюбимое Словосочетание было Какие программы Какие там Долгосрочные цели Все же понятно Я Все просто еще Все просто И понятно Но слава Богу В окружении Зеленского Начали появляться люди Которые позволяют себе Пока так стыдливо Подбирая слова Скучно говоря Но все-таки Заговорили о том Что нам нужна Все-таки программа развития И что с этим Либерализм Что-то не так Вагон не едет Колеса Они поставляются И надо серьезно Подумать Вот у нас есть Один положительный факт Который уже Можно использовать Как Такой Один из антидотов Как минимум В политической сфере Для катастрофы Почему Потому что И правда Нам нужен Серьезный разговор Дискуссионный разговор Вот с первых дней Парламента Связан с тем А какой Должна быть Экономическая политика Украины Которая От этого Паразитарной жизни Из года в год Продали подсолнечник Проели Потратили на очередной асфальт Потом купили опять Асфальт Закатали туда же Вот из этого Паразитарного капитализма Мы все-таки Должны хоть как-то Выскакивать В какое-то Более-менее Накопительное Устойчивое развитие Чтобы то Что мы делаем Оставалось Накапливалось И надстраивалось Новыми нашими достижениями То есть Грубо говоря Нам нужно Развать производительную А не паразитарную экономику А для этого Мало только умников К обмене И в офисе И мало таблоида В виде форума 30 Наверное Нужно возвращаться К этой идее Парламент Как площадка Для выработки Какой-то Общей платформы И тогда Можно не спешить С первых чисел Принимать бюджет А может быть Посвятить этому Первые 2-3 недели И сформулировать это Как задачу На среднесрочное Планирование И рассматривать бюджет Уже как реализацию Этой программы Развития Потому что Там обязательно Должны появиться Новые механизмы Внутреннего инвестирования Нужно искать способ Поддержки Госсектора Потому что Это может быть Один из Благодарных Источников Рабочих мест Освоения Инвестиций Более того Государственный сектор Всегда Воспринимается Положительно Внешними Технологическими Инвесторами Что можно гарантии Брать Я могу многое говорить Короче Вот этот первый момент Связанный с разговором О том Что нам нужно развиваться Что мы где-то застоялись Тут только маленькую ремарку Позвольте себе И вы дальше продолжите Но ведь То, о чем вы сейчас говорите Это несколько Да даже не несколько Это серьезный отход От всех Вот С этой политик Которые проводились За последние годы И которые Согласованы С нашими партнерами Западными И Это Не очень Может понравиться Вот Повторюсь Извините за эту автологию Нашим западным партнером Вот вы как-то хитро на меня Смотрите Андрей Я просто Слушайте Как вы красиво сказали Мы будем Что-то Может быть делать Что может не понравиться Да Конечно Ну Мы уже Честно же говорить Правда Мы же постоянно видим Когда Представители Или послы Или представители Разных посольств Реагируют на те или иные Решения Которые принимаются В Украине Которые касаются Суть-то каких-то Экономических Да Сугубо экономических Каких-то вопросов Казалось Боже Это вообще Должно никого не интересовать А это Осказывается Всех интересует Поэтому тут же Не все так просто Замечание Вообще-то правильно Потому что То о чем Мы вначале Проговорили Блог На чем говорить Что у нас есть В части Какого-то Нового подхода У него уже Первые там Пазлы начали появляться Пока очень стыдливые Есть шанс И этот шанс Можно реализовать В начале осени Допуская Такое Тяжелое Осень Вы совершенно Правы И в том Что это Может напрягать Наших партнеров Потому что Это вообще Возможно В случае Если у нас Прикатится Еще одна Страница Нашей Истерического Повествования Двойной С олигархами Недавно Господин Ченовецкий Дал очень Занятное Интервью В ютубе Слушайте Я не Смотритель Ченовецкого Не зритель Ченовецкого Так точно Попал случайно Через клик На рекламу В фейсбуке Вот Смотреть долго Конечно Это сложно Но Кроме Всякой Скабрезной Ерунды Он Высказал Очень Интересную Мысль Ну как мог Высказал Конечно О том Как он Понимает Вот такие Олигархи Интересно Правда Интересно Вот Интересно Именно Потому что Это черновецкий Именно Потому что Как он Говорит Потому что Это Ждатый Надо Еще услышать Чем он Ведет Со всеми Ужимками Ухмылками Но Мысль Интересная Потому что Он Применил Такой прием Он Привел Кучу Всяких Определений Тут же Листая Перед Камерой Свой Смартфон Наверное Еще Какой-то Компьютер Зачитав Несколько Определений Разных Олигархи Времен Греческого Мира Современные Словарные Определения И подводит Вот к чему Что В Украине Под Названием Олигархи Пользуется Таким Инструментом Подавления И шельмования Тех Кто на самом деле Является Крупным Реальным Предпринимателем Со своим делом Они не святые Конечно Те Кто Это дело Это группа Состоятельных Людей Но это Одновременные Капитаны Национального Украинского Бизнеса И именно Потому что У них Большие дела Они интересуются Политикой Периодически Политику Инвестируют И влияют Там информационно Но Если я правильно Понял Черновеска Он обращает Внимание Что это Не олигархи Это Крупный бизнес От которого Во многом Зависит С ним Нужно Работать Его можно Корректировать Влиять А Олигархи И тут он Улыбался Это По сути Вся та Часть Не все Но вся та Часть Чиновничьего Класса Который Не имеет Дела Но Который Колотит Деньги И зарабатывает На использовании Наших Публичных Финансов В этом Смысле Олигарха Вы можете Найти На уровне Района На уровне Области На уровне Республики Потому что Все они По своим Капиталам Материальным Возможностям И достатку Могут даже Быть сопоставимы С крупным Бизнесом Но они Зарабатывают Это на Нашем С вами Горбу На наших С вами Бюджетных Программ Государственных Предприятий Не имея Собственного Дела Для них Политика Является Бизнесом А доход От политики Источником Личного Богатства И даже Капитала Который Они потом Инвестируют И я вам скажу Что не так Все это Глупо Ведь по существу Он Забрал Привычный Для нас Уже Устоявшийся Есть олигархи И есть какие-то Коррупционеры Это отдельные Плохие дяди Судей Иногда военные Иногда прокуроры Иногда Просто чиновники Которые Хапанули В конверте За какую-то сделку Вот если Этого дяди убрать И конверт Разоблачить И коррупции Не будет И вдруг Черновецкий Тот самый Бывший Мэр Киева На котором Тоже Как я понимаю Недик Лима ставить Вдруг говорит Ребята Но вообще-то Олигархия Это Не бизнес Который Выживает Потому что ему как-то Выживать надо А это и есть Большая часть Государства В котором Выстроена Целая система Зарабатывания На нашей Общественной прибыли За счет которой Собственно Они над нами Господствуют Вот с этим Надо бороться И это уже Не просто Коррупционеры Это и есть Самая олигархическая Система Очень ловко И я считаю Что этот вброс Не случайен Потому что Обратите внимание У нас от Режима к режиму Даже от Какого-то Политического Цикла к Политическому циклу Поднимается Флаг борьбы С коррупцией А сводится Эта борьба Просто К выдавливанию Дискредитации Из системы Управления Своих Оппонентов И их Менеджеров Представителей Места которых Замещаются Своими Кумовьями Друзьями Режиссерами Бог знает кем А функционируют Они так же И мы через Какое-то время Узнаем Что теперь Новоявленный Чиновник Или депутат Который вчера Еще там Не знаю На Ланосе На такси На работу Подъезжал Сегодня Уже там Что-то себе Лепит Строит Инвестирует И так далее Так что Старик Черновецкий Не случайно С этим делом Всплыл То есть Грубо говоря За Вот этой Историей С оценкой Олигархии Стоит Совсем Другая проблема А туда ли Направлена Борьба Олигархии Наша Зеленского Или глобально Ну мы говорим О нас Глобально Это другая история Вот О нас Это о Зеленском Или о нас Об Украине В принципе О нас Это Сейчас мы К этому подойдем Хорошо Когда мы говорим Об олигархии Мы говорим Конечно же О политической Системе И государственном Управлении И о том Паразитарном Паразитарной Модели Государства Которая у нас Корпоративна Которая Уже заполнена Демо-намиклатурой Которая Эксплуатирует Тему борьбы С коррупцией Не для того Чтобы изменить Сам механизм Функционирования Государства А для того Чтобы разобраться И побыстрее Да еще Под улюлюканье Выбросить из состава Своих вчерашних Политических оппонентов А суть машины Не меняется Почему я называю Это государство Паразитарным По очень простой причине Это государство Вместо того Чтобы использовать Наши с вами Налоги Для государства Кроме выполнения Социальных обязательств И проблем с обороной Для инвестирования В сферы жизни Которые приносят Всему обществу Новые прибыли И эти прибыли Расподелялись А там и частному Собственнику достанется И там достанется И тем Кто получает Социальную помощь Там и рабочее место Появляется Так вот Этот олигархический Паразитарный слой Зарабатывает Как раз На самом распределении Вытаскивая Из этого распределения Добрую долю Через отмывку Через тендеры И так далее Лишая тем самым Крови удобрений Всю общественную систему Менять нужно Не Сидорова Петрова Менять нужно Сам механизм Связанный С распределением Публичных финансов Контролем за ними Ну и наверное Повышением Степени Вплоть до криминальной Ответственности За подобную работу С публичными финансами Оказывается Санкции На СМБО Нужно применять Не в отношении Группы лиц Которые себя читают Форбс А санкции Должны быть какого-то Другого свойства Может даже не именные А связанные Например С увеличением Ответственности И даже Криминальной ответственности За вот такую работу На госпредприятии На Министерстве В государственной службе Все что связано С работой С финансами Может даже С какой-то Публичной поркой И конфискацией Я не верю Что это вы сказали Про публичную порку Это же в кавычках Я обожаю Эту идею Опять же Это скользкий путь Сейчас Андрей Это скользкий путь Сейчас Насчет публичной порки И слово Обожаю Мне больше нравится Эта идея Посадить в бочку И шашкой Мыхать Но это более гуманно Все-таки Провозить По Майдану Ну что-то в этом есть Вы знаете Мы же погружены Еще до сих пор В культуру стыда Мы очень деревня Вы даже сами сказали А понравится ли Да Ну вот Да Не то что мы будем делать По существу дел А понравится ли это Конечно Так послушайте Ну раз уж мы до сих пор Сидим в этой культуре стыда И мы все большое село Которое друг за другом Поглядываем Как бы так Может быть порка И макание В бочку с дерьмом Это хорошо Может это лучше Чем расстреливать Чем унижать А вот так вот На глазах у всех Понимаете Так что Я в этом Я в некоторых вопросах Я очень радикал Но радикал Который Предложение которого В Полодец Относится с тем Как мы живем Вот Вот этот Вот этот Второй блок Связанный с тем Где же И правда Куда нужно Перенаправить силу Власти Государства Которое сейчас Пытается показать Общество Что оно Налаживает Государственную машину И борется с коррупцией Ироничное Замечание Шиновецкого Мают Имеют Смысл Потому что Главное На что Бать внимание Паразитарное государство А отсюда И вторая Проистекающая проблема Вы заметили Как в Украине Популярно сравнивать Происходящее в Украине В экономике Самочувствии людей И общественной психологии С Россией Вот казалось бы 30 лет прошло У нас Контента Про Россию Огромное количество Да Это можно объяснять Конечно И тем Что мы сейчас В историческом Таком Разломе находимся Война на Донбассе Крым У нас Тема России Руководители Не сходят с уст Но Тем не менее Почему-то До сих пор У нас Как-то Не очень внимательно Мало интересно Как устроена Экономика И чем живет Политическая культура На жизни Турции Вот У нас Ну теперь уже об этом Чаще говоря Я не про чаще Я понимаю Что Да Но вот Такого внимания Сравнения Да Да даже с Польшей Которая казалось бы Уж совсем Близко Так вот В этом отношении Я хочу заметить Что Кроме Тем Войны Геополитики Путина Си Цзиньпина Байдена И прочих популярен Тем Есть еще момент Который Не то чтобы Остается за кадром А мы Ну нам стоит Это учитывать В условиях Вот этой Второй трансформации Которая по разным Проходит в странах Что удается В России У нее удается Проводить Внутреннюю Реиндустриализацию То есть В отличие от Украины Россия возвращается Без статус Индустриальной страны Я не даю Оценок тому За счет чего С какими издержками Какие на них там Щепки летят Но Не случайно Часто Сопоставляя Вот Постсоветские государства И чаще всего Россия и Украина Обращать внимание Что Украина До сих пор Там где-то еще И уровня 90-х Не добрала И по уровню ВВП И по уровню Развития наших Производительных секторов А вот Мол Другие государства И частности Россия Значит За это время Прошли Путь Поплыли ледоколы Полетели новые ракеты Ну и так далее И так далее И это сермяжная правда Нам может Не нравиться Даже не быть Неприемлема Экономическая модель Которая внедрена Это очень Милитарная модель Высокая степень Милитаризация Огромный капитал Вложение Оборонно-промышленный комплекс Ну это их дело Но они получают Определенный Свой качественный результат И это отражается На составе Правящих элит Экономических Политических У них уже возник Устойчивое Такое целое Сословие Военное Мы его Все чаще Видим в картинках Много мероприятий Где они в фокусе Да Это новая Престижная каста Если хотите Так вот Я обращаю это внимание Еще и потому Что в России Сформировалась И устойчивая Если хотите Своя модель Взаимоотношений Социально-классовых Да Там воспроизведено Новое дворянство Вот оно постепенно Наполняется Разными сословиями С огромной долей Своего Своего дохода В государственной машине За счет Российского народа Это очень схоже Кстати Вот с поздней Россией Да Это даже Картинка Часто Перед глазами Вот Николай Второй Со своей свитой При поддержке Церкви И большое море народа Которого он правит Ну и нынешнее руководство России Путин Вокруг военные Часто церковь И российский народ Принял российский народ Такую модель Неоцаризма С новым дворянством И это их выбор Я сейчас не собираюсь Дальше нырять А вот С чем мы сравниваем Что нас торбит Почему у нас Не получается Не пойти путем Своих экономических успехов Своей внутренней Социальной мобилизации Даже война Как ни парадоксально Так не бы мобилизовала Украину Несмотря на первые годы Какого-то Активного Гражданского движения Во-первых Потому что Мы имеем дело С паразитарным По природе Своим государством Которое Даже Перераспределяя Наш общий Публичный доход Не инвестирует В страну И мы это видим И это Нас существенно Отличает От России Нефти Газовые Доллары И прочие Виды ренты Накопления Пусть В какой-то там Известной только В Кремле Доле Но перераспределяется На внутренние программы И результат Все очевиднее В Украине Несмотря на Сборы Отчеты Там О Влечение налогов О Новых программах Мы видим Что государство Практически Самоустранилось Серьезной Внутренней Работы С национальной Экономикой Прикрываясь Дорогами Которых Только ренивый Уже не говорил Какая-то Реальная экономика С откатами И больше ничего И вместе с тем Мы видим Какая огромная Доля наших Публичных Доходов Постоянно Переспределяется В карман Паразитирующему Классу Но и общество Другое Нет В Украине Нет того Российского Народа Который Лег и Молится На свое Государство Мы имеем Парадоксально Другую Ситуацию В Украине Доминируют Мещанские Обывательские Настроения Анархичные Сохраняется Огромная Доля Теневой Жизни Это не только Экономика Украинцы Привыкли Жить без Государства Вне Государства Более того Вот эта Дуальность Где-то там Государство А мы В своем Каком-то пространстве Есть какие-то правила Которые мы соблюдаем Ну чтобы там Оглубление ударило Налоговое Или полицейское Тут напрашиваются Как раз Старые миниатюры В исполнении Карцева По поводу Государства и народа Только тогда он говорил О советской Номенклатуре И Советском народе Сейчас Как ни странно Это слушается В отношении Хорошо слушается В отношении Украинского государства Паразитарного И большого Так и не Наклонившегося Из государства В общество Которое просто Ушло все в тень В тень ушла культура Давайте вспомним Сколько скандалов Что смотреть Что не смотреть В тень ушло общение Сколько законов Не принимаю Но Сфера Языковая культура Она так не регулируется Мы говорим Как говорим Хоть украинскую Хоть русскую Хоть еще Хоть на сужике Никто не запретит Экономика Сколько не боролись Какие не вводились Меры Связанные с легализацией Капитала Это уже не случайность Историческая Это какая-то Системная характеристика Наличие Огромной Устойчивой Теневой Сферы Оборота Капитала Расчетов Денежных Взаимоотношений То есть Грубо говоря У нас Воспределена Очень Отличная От нашего Соседа Северного Модель Взаимоотношений Государства И общества Где государство И общество Начали активно Жить В другой Реально В разных Реальностях Да Конечно В украинском Обществе Огромная доля Людей С нижайшими Доходами И Для них Обидно звучит Термин Обывательство Но я Обывательстве Говорю Не в Материальном Измерении А скорее В умонастроениях Мы привыкли К режиму Выживания Режим Выживания Стал нашей Нормой Режим Выживания Означает Что мы Не сильно Паримся В отношении Того Что там Происходит В паразитарном Государстве Главное Соскочить И если уж Делиться Чем-то То так Чтобы Отстали Но не забрали Все А это Означает Что По мере Того Как Цементируются Эти две Реальности То Что происходит В политике Все больше Отрывается От реальных Общественных Процессов И это Особенно Становится Заметно Сейчас Вот мы Начали На Нашу встречу С разговора О каком-то Там Ландшафте Наверное Сейчас Огромное Количество Политологов Политехнологов Рисуют Кубики Какие там Проекты Где у нас Там белые Пятна А кого Там Не хватает Вот Так вот Это одно Важное Замечание Которое Они должны Учесть И раньше Разрыв Между Общественной Жизнью Общественными Интересами И Жизнью Государственной И политической Была Ощутим Но сейчас Они просто Разошлись А это Означает Что тот Ландшафт Который Временно Установился Сейчас И который Будет Развиваться Он будет Все больше Отрываться От Жизни Общества Выражается Это в следующем Как Общество Не Вот с какой Стороны К нему Не подходи Можно Описывать Языком Региональным Языком Этнического Состава Демографии Но Общество Это всегда Группы Интересов Группы Социальных Интересов Которые Формируются Исходя Из твоего Реального Положения В этой Сложной Системе Твоего Положения Как Человека Где-то Работающего Где-то Проживающего Имеющего Какие-то Административные Возможности И так Формируются Собственно Критерии По которым Можно Вить О социальных Группах Так вот За это Время Украинское Общество Очень сильно Изменилось Как раз В плане Внутренней Социальной Структуры Это будет Скучный разговор Если я буду Говорить О какой-то Социально-классовой Модели Ну Непростой Непростой И он Ведет в сторону Но если Кратко На что бы Обратил Внимание Наряду С Большим Устойчивым Уже Таким Большой Социальной Группой Даже Социальным Классом Я его называю Трудовой Пассивный Социальный Класс Людей Которые Уже Прикатили Активную Трудовую Деятельность Пенсионеры Которые Оказались В пикательнейшем Положении Социальных Удержанцев Они уже Давно Смирились С тем Что то Что называется Пенсия Их содержание Государства Потому что Реального Механизма Связанного С Накоплениями Распределения Давно Уже Их даже Упрекают Что у вас Теперь Содержит Работающее Поколение Так вот В этой Сложной Паразитарной Машине Даже Этот Маленький Доход Связанный С содержанием Трудового Пенсионного Класса Является Постоянным Инструментом Перераспределения Эксплуатации Пример Наши Соотечественники На Донбассе Какие Манипуляции Махинации Происходят С постоянно Рассчитываем Объемом Пенсионных Средств Которые Могут Быть Направлены Или Перераспределяются Одному Богу Известные Наверное Министерство Финансов Регулирование Надбавок Или Консервация Дохода Это тоже Большая Манипуляция Связана С продолжением Эксплуатации Этого Пассивного Пенсионного Трудового Класса Почему Эксплуатации Потому что На них Экономят И на них Перераспределяют Большинство Людей Там нет Интеллектуальных Лидеров Нет Политических Организаций Им Как Огромному Более Чем Десятим Миллионному Классу Сложно Разобраться Собственно Их интерес Защищен Отражен И как Сколько И как И в каком Месте Они лишаются Социальных Льгот Они лишаются Тех Возможности Которые Раньше Тоже Были Частью Их Экономики Потому что Здравоохранение Поездки В общественном Транспорте Это тоже Часть Их Личной Экономики Лишая Это Это Все Тоже Переспределяется Потому что На уровне Государственной Машины Не паразитарной Социальные Статьи Это Социальные Инвестиции Социальные Обязательства Социальные Инвестиции Связанные С Ответственностью Перед Людьми Которые В свое Время Своими Налогами Содержали Поддерживали Нашу Публичную Финансов А с другой Стороны Их Умонастроение Их положение В обществе Их платеж Населяется Частью Социального Баланса По мере Прикручивания Гаек Что происходит Вот такая Странная Прикрытая Даже тайная Продолжение Эксплуатации Этого Сослоя За наш Вам и счет Нам не сообщают Как на них Прикручивают Гайки Появился Новый И Эти люди Часто Пассивные Они часто Становятся Жертвами Политической Спекуляции Потому что Именно пожилых Людей Упрекают О том Что не участвуют За деньги В акциях Например Общественно Политические Потому что Но Если говорить О их интересе Нет даже Сферы И нет Тех лифтов С помощью которых Можно отражать И выражать Этот интерес Как социальный интерес Вот подводя черту Интерес И настроение Десятимиллионной Части нашей страны Это люди Пенсионного возраста Я называю Как пенсионный Тудовой класс Вообще Не отражены В политике То есть вообще Это про ландшафт В этом ландшафте Этой части Просто нет У нас появилась Новая группа Растущая Каждый год Это популярная Тема сейчас Среди социологов Экономистов Явление глобальное Прекариат Это Работопособное Население Которое Постепенно Оно Вычленилось Из старой Индустриальной Схемы Которой мы привыкли В 20 веке Где-то У тебя есть Рабочее место Есть определенные Замоотношения С работодателем В условиях Развития Такой модели Как социальное Государство Возник фидмент Социального Пакета Государственной Гарантии И так далее То есть Грубо говоря Разные Слои Так называемые Наемной Устойчивой Рабочей силы Разные Кластеры Рабочего Класса Мирового И национального И вдруг Сникает категория Сначала Эту категорию Объясняли Уникальностями И возможностями Современного Глобального Либерального Рынка Которым Современные Технологии Позволяют Мобильно Двигаться Рабочей Силе Перемещаться В пространстве И во времени Самому Организовать Себе Рабочее Место Знаете Что по факту Оказалось Что Парикарят Это временно Занятые Перед которыми Ни государство Ни работодатель Просто Не несут Никакой Социальной Ответственности 50 если не больше Проблем Связанных С твоим Самоощущением Состоянием Твоего здоровья Твоей работоспособностью Часто Повышением Квалификации Это твоя личная Проблема Более того У тебя Перед тобой Никто не несет Долгосрочной Гарантии По поводу Устойчивости Развития Твоего рабочего места Потому что Контрактная Деятельность Часто ограничивается С считанными Месяцами Это группа Мобильна Не надо Вести себя иллюзиями Что она прогрессивна Потому что Они находятся Они так устроены Они постоянно В режиме выживания Поиска Места для нового Переживания И самообеспечения Ждать от этой категории Людей Какой-то Прогрессивной активности И уж тем более Самоорганизации Нет смысла Я вам скажу больше Прикариат во многом Это искусственный Социальный феномен Который Ну если хотите Проектируется Потому что Разбиваются Старые Возможности В высокой степени Внутренней Соорганизации Объединение Интереса Обсуждение В организованных Устойчивых Коллективах А вот Это в этой Текущей массе Ею легче Управлять Манипулировать И уж тем более Можно не считаться У них нет Как такового Осмысленного Своего собственного Интереса Ни в отношении Бюджета Кроме личного Конечно Ни в отношении Бюджета Страны Ни в отношении Социально-политических Процессов Прикариат в Украине На мой взгляд Исчисляются Уже несколькими Миллионами Кстати И очень сложно Вычленить Потому что Когда Людей Спрашивают Вот Нашим Минстат Отчитывается Постоянно У нас Рост безработицы Не заметен Так верно Большинство людей Которые находятся В положении Прикариата Они не признаются В том Что они Не безработные Да Они в этом году Например У них Успешных Было С 12 месяцев Три Но они Ищут И будут работать Они не бездельники Не безработные Вот И У нас Государство Рапортует У нас Нет проблем Безработицы Ребята Не то что нет Огромная проблема Потому что Любая Не дай бог Нестабильная Система И пострадать Могут Миллионы Сразу И быстро Кстати говоря Как миллионы Внутри экономики Это те Кто ищет Работу В сетях Кто тянутся К городам Ища временную Занятость Те кто подрабатывает Сезонно И у вас Еще несколько Миллионов Трудовых Мигрантов Которые Зависит не от внутренней консультуры Но от внешней Например Вот как с пандемией И они тоже Вольно-невольно Являются частью Этого большого У нас Глобализированного Класса Прикориата Скажите Кто-нибудь Когда-нибудь Даже заикался Что у нас есть Такая сложная Социальная группа Которая требует Внимания У этих людей Какое-то рабочее место Какая-то социальная Страховка должна быть Да У них Кстати Те же проблемы С накоплением Пенсии О чем тоже нужно думать Я уже не говорю О том Что Есть проблемы Связанные С включенностью Вот этой вот Текучей Группы Прикориата В систему Национального Образования Но мы же заинтересованы В том Чтобы В общем Кажется По национальной Палате У нас Рос общий уровень Образованности В том числе За счет Механизма Самообразованности А если А если Вы Игнорируете Рост Вот этого Слоя Прикориата Как уже Как национальный Транснациональный Феномен Где часто Люди туда Выпадают И они Забочены Хронически Из года В год Выживания Они Выпадают Из внимания И государства И работодателя И к сожалению Только малая доля Прикориата Это Те Кто связан С современными Диджитал бизнесом Где хоть Какое-то Есть Требование К образованию Эта Многомиллионная Армия Прикориата В Украине Вообще Никак не отражена И не представлена Украинской политики Вот Вы сейчас Аргументированно Сказали Что есть Такие Большие Уже Это я Ландшафт Да Ландшафт И И что И какие Выводы Вы из этого Делаете Я А мы Кстати Этот фрагмент Сейчас остался Уже в истории Я просто Хочу к нему вернуться Так же Можно много Чего сказать И о Трансформации Положения И роли Гуманитарного Класса И социальных Работников Которые вчера Еще были Частью Элиты И Были Частью Государственной Машины А в условиях Паразитарной Государственности Они оказались В положении Пролетариата Того самого Потому что Эти люди Достаточно Организованы В устойчивых Коллективах Они на себе И испытывают Высокий уровень Эксплуатации Потому что Они постоянно Манипулируют С доходом Но они Находятся Еще в униженном Положении Потому что Об этом Мало говорят Они находятся Еще в состоянии Репрессированности Поинтересуйтесь У ученых Каким спускаются Указания О чем говорить О чем не говорить Куда они могут Ездить А куда нельзя Насколько они Граничны В своих внутренних Коммуникациях Какие сферы Связаны с их Деятельностью Обязательной сферы Такие Конференциальная Работа Научные группы И программы Заблокированы Послушайте Большего унижения Загнанности в угол Сейчас не испытывает Ни одна другая Социальная группа Поэтому это Гуманитарный пролетариат Что у этой группы Есть выражение В политической сфере Да они Туда просителями Являются И просят Какие-то деньги Просто на текущее Финансирование Учреждения Так что Сейчас Политический ландшафт Представляет С собой просто Набор паразитарных Групп Которые между собой Делят Часть публичных финансов И отрыв Между политпроектами И обществом Достигает Гигантских масштабов Кстати Вот именно этим Можно объяснить Почему ни одной Серьезной политической Партии Которая представлена Сейчас В парламенте Или около парламента Но влиятельно Нет действенной И эффективной Общенациональной Партийной структуры Вспомните Год назад Как хвалились Партии Тем Какое количество Депутатов Им удалось Привезти В местные советы Фигурировали Какие-то страшные цифры Десятки тысяч Вот По состоянию На сейчас Я считаю Что ни одна Из ныне Существующих Политических партий Не является Общенациональной По своей структуре Нет Есть несколько Влиятельных Организаций Со своей традицией Я бы здесь Особняком С уважением Сейчас Деятельность Этой партии Эта партия Бакевщина Это правда Они сохраняют Лицо Они сохраняют Активность И чувствуется Их влияние В регионах Но все равно Это скорее Исключение Из правил Да и то Теряющая Перспективу Ну а все остальные Это просто Политконторы По выбиванию Своей доли В публичных Финансах Остановки кадров И доли В парламенте Все Я веду к тому Что Не осенью Но Начиная С весны Лято 2022 года У нас начнет Формироваться Просто качественно Новая Политическая Архитектура Почему? Потому что Это как Замерзшая Речка И внутреннее Течение Чуть-чуть Изменится температура И лед исчезает Как не удерживая Какими склепами Вы этот лед Не держите Так вот Сейчас нынешний Политический ландшафт Зеленая коалиция Так называемая Оппозиция Которая В парламенте Повыпендривается Потом бежит На офис Или на Грушевского Договариваться Это все просто Растает Очень не хотелось бы Чтобы Это было Катастрофично Этой осенью Именно потому Что Ну скажем так Риски Связанные С деструкцией Потрясениями Намного выше Чем какой-то Положительный исход Я все-таки За то Чтобы осень 21 года Для страны Была осенью Равновесия И диалога Политического Нам сейчас Это очень важно Потому что С войной Не решено Потому что Конъюнктура Так изменяется И давят на Украину Нужно Искать пути Быть более Договороспособными Нужно ставить Радикальный вопрос О новой Политической конструкции Украины Не бояться этого Нужно серьезно Говорить О элементах Федерализма И готовить Новые переговорные Предложения Для Донбасса Это не означает Что федерализировать Нужно все и вся Нужно Пересмотреть Свои отношения К такому институту Как институт автономии Для отдельных областей В экономической Культурной части Это важно Нужно пересмотреть Свои отношения К этой стране Как сказал Господин Зеленский Фактическая Президентско-парламентская Модель Вот так вот Фактическая Так вот Эти все Фактические Президентско-парламентские Модели Могут разлететься В дрызг Если они не удержат Вот это разошедшее И постепенно напрягающееся Общество С ее прикариатом Растущим С обиженным Гуманитарным классом С огромной долей Трудово-пенсионного класса Которого она даже взводит Просто выйдет на улицу Уже на нехрестный ход А на бунты И эта осень нам нужна Как продолжение Вот этого Поиска этого равновесия И языка этого равновесия И тогда можно говорить О новой архитектуре политической В которой должны Обязательно появиться Политические силы Представляющие Региональный интерес У нас еще сильные Региональные элиты Должны обязательно Появиться Политические силы Которые держат Социальный интерес Наиболее подавленных Социальных групп Если говорите Сильные левые Нужны Которые бы отражали Отстаивали модель Социального года На практике В законодательстве Вот Ну а сейчас Мы находимся В этом промежье Лед отходит А вода Начинает бурлить Андрей Кермалай Был сегодня у нас В гостях За что мы ему страшно признательны Я уверена Что мы еще не раз вернемся К формированию Новой политической архитектуры Я тут внимательно Все же Андреем записывала Андрей спасибо вам Будем заниматься Это не вопрос наблюдения Будем заниматься Будем заниматься Я поняла Спасибо большое И конечно мы признательны вам Наши спонсоры На платформе Патреона Нашему другому партнеру Медицинскому центру призма Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому